Как отличить обычного человека от мудрого? Так же, как звук хлопка возникает при соприкосновении двух ладоней, страдания возникают от сочетания двух составляющих, внешних факторов и внутренних. Сколько же таких внешних факторов, порождающих проблемы? Бесконечное множество. А сколько длится наша жизнь? Тысячу лет? Две тысячи лет? Нет, наша жизнь очень коротка. А внешних факторов — бесконечное множество. Бесконечное. Если я спрошу, какие у вас проблемы? Моя проблема — нет света. В Непале перебои с электричеством. Вовремя не доставили газовый баллон, нет питьевой воды. У меня столько проблем тут и там. Все эти проблемы вы связываете со внешними факторами. Вы можете винить внешние факторы. Можете винить что угодно, но вы должны попытаться найти решение. Найти решение. Вы же пытаетесь найти виновника проблем. Зачем вы тратите столько сил на поиски виновника проблем? Затем, что таким образом вы рассчитываете избавиться от этих проблем. Если не все, то как минимум 99% людей виновником проблем считают внешние факторы. Таких людей, которые винят внешние факторы в своих проблемах, можно назвать обычными, недальновидными людьми. Все те, кто ищет причину проблем во внутренних факторах — мудрые и зрелые личности. В чем разница между обычными и зрелыми людьми? Зрелые люди ищут решение, а обычные ищут виновника проблем. Вот в чем отличие. В конечном счете, те, кто ищет причины проблем вовне, неблагоразумны. Причины проблем находятся внутри, а не снаружи. Те, кто понимает это, обладают мудростью, зрелостью и величием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова